Здарова дорогой, сегодня мы с тобой рассмотрим новую прошивку от MSK Miner под T9 Plus версия 5.1 Это что-то с чем-то, смотри ролик будет разделен на два этапа Первый этап у нас будет с тобой, это проверка режима потребления плюс терахеш Второй этап, я тебе покажу как ее настраивать, готов? Погнали! Начнем мы с тобой проверку с первого режима 780 ватт на 7.3 терахеш Ты скажешь, Серега, такой режим не будет держать Ты знаешь, братан, я бы сам бы не поверил, если бы он уже не манил 23,5 минуты от автотюнина Смотри, 779 ватт, это просто что-то с чем-то При этом температура 79-80 градусов у чипов Следующий режим 880 ватт за 8.3 терахеш Все чипы у нас оттюнились, иногда уходят в желтую зону, он их возвращает При этом 8.3 терахеша, потребление по прошивке 885 ватт Сейчас в комнате 30 градусов, имеем температуру чипов в среднем 75-77 И на розетке 860 ватт Следующий режим 10.6 терахеша за 1100 ватт Вот они чипы, практически все отчиповались Идет завершающий этап автотюнов 31 градус Майнит в данный момент 10.7, майнит 23 минуты 1125 ватт потребление Температура чипов, все чипы укипят На розетке 1100 ватт В комнате 30 градусов У нас с тобой режим 1200 ватт на 11.6 терахешей Чипы он только-только дотюнивает Майнит уже пятую минуту 11.6 видим в показателях В прошивке показывает 1211 потребление А по факту 11177 Следующий режим не особенно интересен Потому что на этом режиме майню лично я на своих асиков в цоде Сейчас у меня там стоит другая прошивка Которая дает 1330 ватт По идее в определении в пресете За 12.5 терахеша А по факту получается в среднем 12.3 терахеша За 1400 ватт 1280 ватт за 12.4 терахеша Чипы практически дочиповались 12.4 средняя При этом все 162 чипа вид И вот здесь внимание 1290 ватт Температура чипов, температура платы Температура в комнате Пошли смотреть розетку 1262 ватта 1262 Это экономия 138 ватт с одного устройства А теперь я могу вот такой режим юзать За то же потребление Смотри 1410 ватт за 13.5 терахеш Имеем 13.5 терахеш Майним уже 12 минуту Средняя за это время 13.6 162 чипа Температура чипов Температура на лягушке Показывает 1401 ватт Идем смотреть розетку 1383 ватта Как те? Это уровень S9 в стойке Когда он только выходил Продолжаем разговор 1540 ватт за 14.3 терахеша Практически S9G у нас При этом майнить Седьмую минуту В среднем имеем 14.4 162 чипа Потребление по прошивке 1540 ватт При этом имеем тоже заниженный 1528 ватт Температура у нас вообще не меняется Иж 76-79 в среднем А вот для следующих двух режимов Потребуется выключить асик И поменять блок питания Стандартный муравей На вот этот 2400 ватт Блин, какой же громкий этот блок питания Сейчас, наверное, весь дом сбежит Смотри, 1640 ватт за 15.1 терахеш Майнит 15.1 в данный момент В среднем 15 практически 3 Температура вот При этом потребляет 1555 ватт Как тебе? По-моему, это очень круто Запускаю последний режим Надеюсь, ничего не взорвется 1810 ватт на 16.1 терахеш Применяю, запускаю Посмотрим, что получится Смотри, почти дочиповал он Почти все зеленые В режиме тюна мы в данный момент майним 16.3 терахеша на Т9+, Обрати внимание На Т9+, 16.3 терахеш Ты о таком слыхал? Я тоже до этого момента не слыхал Показывает потребление 1756 Температура чипов Статус окей 162 чипа на месте Вроде ничего не отвалилось 1752 ватт Я тебе показываю, что это Т9 Не X9 Т9 Для того, чтобы найти асик Нажимаешь в BTC Tools Программа Scan Два раза на него жмешь Логин для входа root Пароль root На конце собака Если тебе нужны какие-то фишки Найди вот этот ролик Он такой же Новая прошивка для SKS9 Там версия 5.1 То есть фишки именно будут там Если у тебя не шьется При помощи программы В NSCP Ты можешь найти вот этот ролик По L3 примерно По такому же типу Будет все делаться Если там у тебя не шьется Значит находишь ролик Битман совсем обнаглел Шьем Т9 и S9 Там точно ты прошьешь Как бы без вариантов Через контрольку Поехали Для того, чтобы прошить Мы заходим в System Находим какой-нибудь Апгрейд на твоей прошивке Здесь обязательно снимаем Галку сохранить настройки Нажимаем выберите файл И находим нужный файл Это будет вот такой вот архив Который ты сюда нажимаешь Два раза нажимаешь флэш Если шьется все нормально Замечательно Если не шьется Ты понял Один из этих трех роликов Выбираешь Он по-любому тебе поможет прошить Вот этот по крайней мере Точно без вариантов После того как мы прошили Мы с тобой должны настроить Асик Чтобы он правильно работал Для этого мы заходим В конфигурацию Впеваем здесь с первого на первого пула Рекомендую вписывать все три Чтобы если один сервер отлетит Подхватывалась Европа Если отлетает Европа Подхватывался Китай Дальше мы не нажимаем Ни в коем случае сохранить Сейчас я объясню почему Потому что мы нажимаем Продвинутые настройки Advanced Settings Из нужного Видишь да Disable Fun Check Для иммерсионки Включить-выключить кулер То есть если ты в иммерсионку суешь Ты вот эту галку нажимаешь В противном случае Ни за что ее не нажимают Ты понял Так что ты можешь вручную Выставить кулер С какой скоростью он у тебя крутился Выставить каждую плату Включить-выключить И задать ее по фреквенсе Но это нам не особенно интересно Нам интересно вот эта вот настройка Перезагрузить Если температура больше определенного Но по крайней мере 95 надо ставить Что здесь произойдет Если температура дойдет до 95 градусов ASIC перезагрузится Идем дальше Перезагрузить Если хешрейт меньше 70% Для чего это нужно Для того что если у тебя У ASIC пропала скорость Или отлетела проще говоря Одна плата Ты делаешь перезагрузку Автоматически То есть не управляя процессом На уровне ASIC Ты понял Рекомендую процентов на 7 Исключать Чтобы как говорится Постоянно за ASIC Не следить Проверять Не проверять Состояние красных чипов Вообще рекомендуют Разработчики прошивки Проверять То есть каждые 3 часа Я обычно вот так ставлю Но это я так делаю Только теперь мы нажимаем Сохранить Настройки Видишь Настройки сохранились Мы переходим в Auto-Tune Configuration И выбираем режим На котором будем майнить Я не знаю какой ты выберешь Я обычно вот на таком майню Я нажимаю сохранить Если ты что-то забыл сделать Здесь важнейший момент Ты забыл допустим Я не знаю Пул прописать Имя воркера неправильно написал Если ты это поменяешь У тебя Auto-Tune слетит То есть если ты здесь Какую-то настройку изменишь Вот тут Или какую-то настройку Вот здесь изменишь Вот тут Тебе надо будет Auto-Tune Перезапустить по новой Если ты этого не сделаешь У тебя просто чипы Останутся красными Собственно Что будет делать Auto-Tune Для начала Auto-Tune Будет подбирать Frequency С учетом конкретно твоего асика То есть Frequency Вольтаж И подбирать идеальные Грубо говоря параметры В втором этапе Он будет тебе адаптировать Расход электричества Под твои параметры Под выставленные настройки Сколько раз можешь перезагрузиться Обычно так Смотри Auto-Tune Configuration Если мы используем Скажем Вот эти 5 режимов То как бы очень быстро Вот отсюда до сюда Если вот здесь Ему тяжело подобрать Иногда это происходит часами Но вот тут он перезагружает Как бы долго Понимаешь Он подбирает каждые статы Эти статы можно смотреть Либо вот здесь Вот в мануал чипсах Когда асик Начинает непосредственно майнить Здесь тебе свидетельствует О том что идет Auto-Tune Вот это зеленая надпись Также ты можешь Вот здесь вот в kernel логе Посмотреть Что происходит Как он меняет Те или иные настройки Для асика Ну и конечно же Ты можешь вот здесь В майнер конфигурэйшн В самом Auto-Tune Посмотреть Что он тебе пишет Вот видишь Он чуть потише стал Я правда не знаю Подавляет микрофон Нет да Это значит что асик Скорее всего запустил Сейчас да Посмотрим Еще не значит Что все платы Грубо говоря Зелененькие То есть частично желтые Видишь частично зеленые Но он начинает подстраивать После того как все будут зеленые Асик уже будет майнить нормально Также в системе Я тебе рекомендую Поменять таймзону Чтобы у тебя вот здесь Видишь внизу справа Соответствовало С тем что есть Надо задать Плюс 3 часа Если ты в Москве Если ты в другом месте То свой часовой регион Если это задать Тогда после следующей перезагрузки У тебя будет время Правильное совпадать Поменять стандартный По умолчанию пароль А стандартный пароль По умолчанию root Собака на конце Даже его я тебе рекомендую Поменять на какой то другой Ты вписываешь Видишь текущий пароль Root собака Ты вписываешь Какой то свой пароль Который тебе нужен Это будет дополнительная защита От вирусов И я тебе это очень рекомендую Сделать И тоже применяешь Соответственно эту настройку И тут так же как и на эске Появились те самые кнопочки То есть стоп майнинг Можно остановить Сич асик Это найти один асик Там из сотни других асиков И старт майнер Перезагрузить сам майнер И ребут Это перезагрузить сам асик С резюмой Если нажать Он продолжит Прошивка позволяет тебе Экономить 25% По розетке Плюс существенно Повысить свой тарахеш Комиссия разработчиков 1.8% На этом все Подписывайся обязательно В инстаграм Мы там построили Сот Зайди посмотри Очень интересно Скоро это будет на ютубе Конечно телеграм Там опыт колоссальный Уже к 7000 На 7000 мы пошли Заходи Спрашивай кто-то из 7000 Чтобы по-любому Уже были в твоей ситуации И конечно на ютуб Всего доброго Пока Пока тебе Проверку делаем Также можем сделать прошивку Также можем сделать видеоотчет Пойти отправить с деком Но все в принципе Как всегда Если тебе надо Пиши по ним Желательно пиши в телегу Проверим Отправим Прошьем